19 января верующие Белгороды отметили один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне. В этот день они вспоминают евангельское событие, как пророк Иоанн Претечи крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. О том, как белгородцы отметили святой праздник в Иордане, расскажет Анастасия Федосеенко. Этот праздник еще называют Богоявление. Согласно преданию, после крещения на Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя и назвал его сыном. В этот день людям явился Бог. Кто-то окунается в пророк для того, чтобы очиститься или обрести здоровье на весь год, а кто-то для того, чтобы получить новые впечатления и закалиться. Для чего сегодня окунается пророк белгородцы? Давайте узнаем у них. Мне нравится купаться в холодной воде. Периодически езжу в разные купели, ну или здесь, на центральном пляже. А сегодня такое мероприятие, когда много людей, все объединены вот этой вот традицией. После такой вот процедуры, честно сказать, вот, ну, как бы жизнь становится с чистого листа. Наши предки называли крещение водокрещи или Иордань. Считалось, что благодаря окунанию в воду можно смыть с себя все грехи. Церковь учит своих последователей, что это суеверие. Хорошо. Традиция такая. А что вам это дает? Бодрости. Как сказал отец, уже бодрость. Просто вот и проснулся самое главное. Мы вообще первый раз на это дело решились вообще в дрожь в теле. Сейчас приходит такое сознание тепло и такая благодать на душе. Всем советую, вообще очень здорово. Совершить обряд омовения белгородцы приходили целыми семьями. Чтобы праздник прошел без происшествий, в зоне купания всю ночь дежурили кареты скорой помощи, сотрудники полиции и МЧС. Планомерная была подготовка этих мест купания. Администрация города и главное управление МЧС готовили эти места. Проводилось водолазное обследование. По подсчетам МЧС, белгородские купели в ночь с 18 на 19 января окунулось более 400 белгородцев. А в сам праздник крещения обряд омовения совершили более 2000 горожан. Тем, кто не решился окунуться, верующие советуют выпить или же умыться освещенной водой. Она также сохраняет свои чудодейственные силы весь год и исцеляет. Анастасия Федосенко, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.